В ближайшем будущем эта доля будет нарастать. Вообще, в принципе, доля населения пожилого года самая быстро растущая, а что даже быстрее, чем доля детей. И уже к 2050 году в глобальном масштабе это доля растений 21%, одна пятая часть населения. А в 2016 году можно говорить уже о 30% рейте населения возраста старше 60 лет. И в развитых странах этот процент будет, конечно, намного выше. Например, сейчас в Японии, уже сейчас, доля пожилых людей, это, конечно, окладывает определенную нагрузку на систему фискального обеспечения для мирового хранения. И вот самая большая неприятность, в каком-то состоянии населения, это, конечно, рост заболеваний с хроническими заболеваниями. По данным ВОЗ, как вы можете видеть, вот знаете, сейчас самую большую долю в заболеваемости составляют сейчас именно хронические заболевания. Мы вообще называем возраст-зависимыми заболеваниями. Это рак, это деменции, это диабет второго типа, это хроническая абстрактивная болезнь легких и другие очень-очень большие неприятности. И самое главное, что это неприятности, к сожалению, не в затяжении антимоноскорбованной возрасте, а не в течение последних 20-30 лет живу. И мы, конечно, хотим, как эту ситуацию изменить. Если посмотреть на сукратину вместе и на заболеваемость, которая двигается в сторону хронических заболеваний, и одновременно на рост доли жилого населения, структуры населения, перед нами встает большой вопрос. А как, собственно, наша социальная система может с этим справиться? Потому что мы же с вами говорим не просто о судьбе одного пожилого человека и его страдания, но говорим об огромных людей. И, повторюсь, это большая нагрузка для нашей системы здравоохранения, для нашей экономики в целом, потому что если увеличивается доля жилого населения, то падает. Это деменоспособный расположен. Это значит, что люди деменоспособного обеспечивают и молодое поколение, как они все это, конечно, ожидают, и растущую долю пожилых людей. Часть последних 20-30 лет. Наруна сделала очень большой шаг вперед в понимании того, что такое состояние, каким образом можно на него воздействовать. Уже были определены ключевые механизмы. Разные авторы говорят о том, что их разное количество, немножко по-разному выхоминуют, по-разному идентифицируют. Тем не менее, это огромный десяток механизмов. И самая важная часть, наверное, этих открытий, это то, что, зная мишени, мы можем начать разрабатывать разнообразные теоретические подходы, которые будут воздействовать на эти мишени. А что это для нас значит? Как показали опыт на животных, ну, конечно, чаще всего это для мышки, наши самые, наверное, животные, которым мы больше всего благодарны за их вклад в продвижение науки, в частности, в декоративной науки. Если мы воздействуем на основополагающие механизмы спарения, а не просто пытаемся лечить возрастное воспринимание, такое как аркадная диабетка, если мы убьем, по-первых, причине, то мы можем увидеть, что у животных увеличивается здоровый период жизни, и вместе с ним вырастает период жизни в целом, вырастает срок жизни. Мы можем видеть, что у возрастных болезней откладываются на более поздний период. Мы можем видеть, что животные больше остаются бодрыми, активными, ну, в случае мышей, это значит, например, что они бегают, доживутся не в углом клетке, это было тоже нарегистрировано, в райцерской области. А животные в пожилом возрасте, которые лечили от старения, они фактически бегают как молодые, они достаточно храбрые, они не боятся выходить на открытые территории. И у нас это очень важно, потому что, если мы сможем перенести эти технологии на людей, а в данном случае у нас стоит уже вопрос, наверное, даже не в листе, а когда? Когда мы сможем перенести эти технологии на людей, мы сможем домастическим образом улучшить наши свои обрадующие. Уже сегодня в испытаниях на юге находятся терапии, которые будут быть в причем механизма устарения, а не по болезням, в остании, когда болезнь не закрепилась. Эти вещества и лекарства могут применяться в зрелом возрасте, скажем, в 40-50 лет, до того, как мы видим какие-то хранические проявления механизма устарения, до того, как мы видим хранические заболевания. И теоретически они смогут продлевать здоровье и жизнь точно так же, как мы видели это было как на животных. Сегодня мы можем ожидать какие-то результаты в отношении синалитиков. Синалитики уничтожают все инвесцентные приоритеты с механизмом устарения. И за счет этого у животных убегалась лучшая регенерация и сейчас мы ждем, что получатся в испытании все аналитики у людей. Мегфармин, на котором, возможно, многие из вас уже стоят, члены, что здесь в университете много знакомых в лицах и довлекалась следить за новостями. Мегфармин следует самим его способность с новыми обстоятельствами. Регенерация тимуса совсем недавно наша группа выпустила интервью к замечательному следователю Бредли СПМ, который провел пилотное клиническое испытание на людях полигенерации тимуса. Крюль, все неуспешно. Мы ждем, когда выйдет научная публикация, но он у нас уже вполне обнадежен. Опыты прошли успешно, люди здоровы, у них улучшилась именно функция. Это замечательно. И замечательно, что этим пока не наночисленным примером последуются другие. Мы ждем, как скажется, применение гонотерапии в заново и в состоянии. Мы посмотрим, что можно сделать с помощью золотбета. Одним словом, мы уникальна ситуация. Мы не только понимаем, что такое старение, достаточно, чтобы найти мишени и начать на них воздействовать. Мы уже это делаем. Но поднимите, пожалуйста, руки тех, кто узнал все то, что я сейчас сказала. Ну, может быть, треть. Может быть, треть. Это очень здорово, уникальная аудитория. Давайте мы вам поплодируем. Поплодируем к себе. Это здорово, что это среди виноват в молодости медицины. Но, к сожалению, соотношение не на тех мероприятиях, наверное, продвинутых, как наши, соотношение людей, знающих и не знающих, но совсем другое. А пока люди не знают, они не могут не оказывать поддержку ученым, не наставить на каких-то изменениях государственной политики. Ничего. И одна из проблем, почему так происходит, почему лекарства на подходе мы ждем их, они могут быть на рынке в течение 10 лет. Они не знают, люди не готовы, общество не готово, не готова регуляторная система. И сегодня наша с вами задача говорить о том, почему такая ситуация имеет место, попытаться понять, что нам надо применять в нашей коммуникационной стратегии. Как нам надо вовлекать в нее, например, ученых-кирантологов, как нам обеспечить трансфер информации от ученых к широкой аудитории. Я надеюсь, что наши замечательные, блестящие спикеры нам сегодня будут помогать искать эти основополадающие аспекты коммуникационной стратегии, которые позволят принести до каждого человека в мире очень афлистичные новости. Что теоретически, через 20-30 лет возможно, мы можем полностью контролировать свое. И тогда мир освободится от возразвестимости болезнод. Не знаю, как вам, а мне эта история очень нравится. Так что давайте начнем. Я попрошу поставить сразу вторую презентацию, но мы продолжим представление наших замечательных спикеров. спасибо. Спасибо, Лена. Я хочу представить потрясающего гостя, директора Humanity Plus и бывшего профессора Синглари Университета. Вы с Хосе Кардейра. Вы в двух словах расскажите, почему для вас вопрос по его состоянию кажется важным? Не просто не человечества, пока все угрожали от людей, угрожали людей. Это не американцы, не chinese, не русские, не 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 а 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 It's against our common enemy. The thing that unifies all of humanity is that we have to defeat Asia so it is the number one challenge for humanity. I don't think it is terrorism, it is not climate change, it is not overpopulation, it is not pollution. The enemy of humanity is Asia. That is why I am devoting a lot of my work towards defeating Asia. Спасибо. Сейчас хочу представить Карлоса Гарсия Эднадеса, нашего дорогого гостя. Карлос является директором издательства «Лула Бу». И что самое интересное, это издательство занимается переводами разнообразной литературы, связанной с вопросами здравоохранения и инноваций на другие языки. В частности, Карлосу принадлежит честь перевода на испанский язык книги «Отмена старения» очень известного автора «Обли Дегрея» с автором «Стресс Майден Грейм». Это книга, с которой, в принципе, началось путешествие в сторону, как мы надеемся, победы на старение. Потому что «Обли Дегрея» был иным пропагандистом, который поставил вопрос, что называется «Лебро». Если мы уже более-менее понимаем, что такое старение, почему же мы его не лечим, почему мы не идем по первопричине? И, конечно, такие книги необходимо доносить до нашего общества. Не только их, но и, например, такие книги, как те, что пишет Лейтунцвелл, когда он открывает для нас широкие перспективы, когда он обрисовывает, какие будущие могут быть. И, Карла, занимается благородным делом донесения этой информации до новых масс в других странах. Спасибо вам большое за это. И у меня там вопрос. Почему вы решили обратить внимание на тему «Обликому состоянию»? Спасибо. 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 Следующим я хочу представить Евгения Борисовича Кузнецова. Евгений Борисович является амбассадором символяйтия Нью-Йоркска в Москве. И, кроме того, он еще является автором ряда статьи на тему социально-политического и технологического прогнозирования. Евгений Борисович, у вас очень широкий круг интересов, и недавно вы написали прекрасную статью в сборке. Каким образом, на ваш взгляд, сегодня вопросы старения поднимаются и чего не хватает? Спасибо. Спасибо, коллеги. Я очень признателен всем, кто пришел в этот субботний день, потому что это показывает, что тема с компанией со старением она перестает быть на это проект. Мечтой, перестает быть некой маргинальной темой. Я в свое время достаточно много в других местах общался с инвесторами и видел некоторую неготовность инвестировать и не всерьез заниматься теми старениями и темы их. предотвращения старости. Но сейчас Затайзов перерывался, и все больше фондов, все больше компаний начинают продать активно и даже местами агрессивно инвестировать. У меня короткий вопрос. Вера, получится показать этот слайд? Да, если не сложно, я вам так часто видеть. Для начала я хочу сказать, что мы далеко не первые в истории переживаем момент, когда радикально меняется продолжительность человеческой жизни. Она уже менялась несколько раз в ходе прошлых технологических революций. Правда, я, конечно, говорю в большей степени о средней продолжительности жизни, нежели о максимальной. Потому что максимальная росла не настолько быстро. Максимальная выросла где-то с 60 лет до 80, а вот средняя выросла очень драматично. Она выросла с 30 лет до нынешних практически 80-90 лет. И каждый раз при этих изменениях происходили очень серьезные глобальные трансформации. Сейчас я покажу один слайд, и вы его увидите. Если вы посмотрите, то по оси Х это доля человечества, которое живет при определенных условиях. По оси И это продолжительность. Мы входили в историю технологических революций, когда все человечество жило примерно 30 лет. И самые развитые страны жили на 7-8 лет больше, а самые неразвитые всего на 5 лет меньше. Как только начались технологические революции, произошел, видите, какой резкий разрыв. Благополучные страны стали жить вдвое дольше, чем неблагополучные. Благодаря антибиотикам, прежде всего, мы выровняли глобальное соотношение. Все живут примерно одинаково. А вот, Вера, если несложно, нажмите стрелочку, и мы сейчас увидим, к чему он подходит. Мы подходим к следующей революции, когда мы устремляемся к горизонту 120 лет. Но давайте задумаемся, а равномерно ли будет это распределение? Будет ли глобальное распределение доступности, долгожительства таким же, как в эпоху антибиотиков и массовой медицины? Или оно будет таким, как оно было на одну технологическую революцию раньше, когда только развитым странам стала доступна современная медицина по тем временам, современная хирургия и санитария, это то, что обеспечило такой разрыв колоссальный. Потому что на тот момент медицина, перспективная медицина была просто более дорогой. То есть в развитых странах могли себе позволить иметь лазареты, то есть в больницах, которые больны и отделены от здоровых. А в этих лазаретах могли иметь хирургию, могли иметь палаты, самые простые вещи. Были вакцинации уже первые. А в развивающихся этого не могли себе позволить, чтобы было слишком дорого. Антибиотики выровняли эту историю, они дешевые. Но вот все те технологии, о которых мы сегодня уже говорим, они дороги. Они очень дороги. Они не входят в стандартный набор современных страховых компаний глобально. Они входят в стандартный набор медицины. И каким будет это разделение, это очень главный вопрос. Поэтому, когда вы получили сегодняшний тезис, о том, как говорить о старении, я стараюсь говорить в следующем образе. Вот если вы посмотрите Россию... Эра, можно попросить еще раз эту стрелочку? Я прошу прощения. Я заканчиваю. Вот если обратите внимание на Россию, она, благодаря одной технологической эволюции, вырвалась в лидеры, а после следующей откатилась сильно назад. То есть мы хотим говорить о старении, но мы должны очень ясно понимать, мы попадаем в 120-летие человечество или остаемся на 80-летие. Вот это очень важно для нас сейчас определить, в какой стране мы хотим жить. Потому что разница в 40 лет здоровой и счастливой жизни это очень серьезно. Спасибо. Я полностью согласна с вами, Евгений. Эта разница может сказаться на многих аспектах, не только экономика, и, собственно, развития страны. Это определенные генополитические риски, которые мы не сможем отродить, или отродить не сможем. Ну, надеюсь, что все-таки сможем войти в число стран, в которых все будет хорошо. И ученые наши замечательные, нам будет, по-моему, после ничего говорить о разных проблемах. Спасибо большое. И я рада сегодня приветствовать здесь еще одного прекрасного успеха, это вообще уникальный человек, потому что это эксперт в двух совершенно невероятных областях. Валерия Викторовна Голова является методологом великолепного проекта системной схемы старения человека. Она нам его сегодня расскажет. И одновременно директором предкомпании первого с единственной в России предкомпанией. И я вас хочу сейчас поздравить с успешным проведением пред-ICO. Замечательно видеть, что и в этих областях люди походят максимально суверенно и в процессе развития, и в процессе сбилансирования и так далее. И я хочу вас спросить, как же так все-таки получилось, что вы решили заниматься двумя, например, на областях? Спасибо за вопрос. Не двумя, а восьмидесятю. Напоминаю, что я один из создателей российско-контактического движения Трагомолинс вообще на всю технологию изделения. Когда мы начинаем, первая планка – креоника. Соответственно, она очень длинная, мы очень долго это делаем. Но сейчас, да, действительно на взлете. Вторым, буквально сразу, потому что система – схема старения человека. Собственно говоря, я надеюсь, через года три, которые мы заложим, очень сильная базис России по креонике, в Европе, я собираюсь быть лидером европейской креоники, как и знаете, сделаю научные эксперименты, это я уйду в борьбу со старинной, то, о чем я мечтала. Также у нас были другие проекты, но это не замечательно. Вообще-то я виделась такой, что там в лет я писала «Отчерки о бессмертии». Совершенно не помню, что там было, но это было так. Поэтому это естественно, мы хотим продолжать, и мы как гуманисты, да, за длинную жизнь, за жизнь интересную, за нашу безопасность, которые, как говорили, за обновленный компьютер и все такое прочее. Мне это кажется естественным. Спасибо большое за этот пресс-конкузиаст. Наверное, нам многим не хватает в последнее время. Вот. И сейчас хочу... Да, Жиль, пожалуйста. Спасибо большое. Значит, я очень хочу, на самом деле, попросить пару слов сказать Насте Егорову, которая является вице-президентом фонда науки за продвижение жизни. И, на самом деле, у нас здесь не единственный человек, который представляет свои собственные продукты, выводящие сейчас на ССО. И Настя сейчас вкратце об этом, я думаю, тоже пару слов скажет. Но мне это очень интересно. Настя, ты выглядишь очень молодо. Вот. Как ты вообще вписалась в тему продвижения жизни, обмена старения? То есть, ну, как-то люди обычно в это время не задумываются об этом. Расскажи. Спасибо большое. Посмотри, меня поближе, мне кажется, это какое-то заблуждение. Ну, смотрите, конечно, есть некое, наверное, плохо объяснимое стечение обстоятельств, почему именно я оказалась здесь, почему именно я бросила все, чем занималась раньше и занималась старением. Ну, так получилось. Но если проанализировать мой личный кейс для того, чтобы потом использовать его дальше, для привлечения все большего количества Насти Егоровых в индустрию, то, что мы именно это хотим сделать, выяснить, как же это сделать. Но сначала просто так получилось, что я была просто склонна к желанию жить вечно, потому что, в принципе, мысль о том, что у тебя время уходит как песок с твоей пальцем, она мне всегда казалась очень некомфортной, но как-то так, как на твои очень-очень важные решения жизни должно повлиять тот факт, что у тебя всего 10 лет, чтобы принять решение о карьере, о том, как личную жизнь построить, как то, как это. Но очень важное решение мы принимаем просто под давлением того, что время уходит. Это, в принципе, как-то неправильно, некомфортно, мне никогда это не нравилось. Поэтому идея, ну, легла на благодатную почту, что называется. Но дальше было просто два важных кейса, два важных момента, которые мы могли бы, конечно, использовать. Во-первых, я познакомилась с Механом Вайсеном. Да, это очень важный был момент. Это было, на самом деле, несколько лет назад. И это был такой полуторачасовой разговор. Вот здесь пара повторения, мы делаем это и это. Я, разумеется, задала свой вопрос, а как же будет население? Наверное, вот, не знаю, все, кто слышал этот раз о городе старения, мы этот вопрос задавали. Мы быстренько с этим вопросом разобрались. Поэтому вот этот вопрос, процесс инициации, у него легко произошел. Но следующий момент, а как же так? Человек уже все узнал, совсем согласился. Даже вопрос про перенаселение возникает уже. А что сделать, чтобы человек приступил к действию? Либо перестал заниматься тем, чем он занимался раньше, и включился в корпус старения, но и не перестал, тем не менее, наш вклад вносить? Вот это тот большой вопрос, который мы всегда, как организация, при собой ставили. И для меня лично, я ответила на него так. Как именно я инициировалась? В какой-то момент просто Михаилу нужна была помощь, и он сформулировал очень конкретный запрос. Мне нужно, чтобы ты помогла мне с презентацией. Это была для меня очень конкретная инструкция. Я понимала, что я могу втянуться в эту деятельность, и я ему помогла. То есть, во-первых, это было очень конкретное действие, которое меня попросили сделать. Но только он мне был по силу. И поделав его, я втянулась дальше, я желаю дальше и больше что-то делать. Поэтому мы, конечно, со своей стороны всегда стараемся формулировать какие-то конкретные для людей инструкции. Это работает. Это сработало для меня, и я думаю, мы видим, как работает для других людей, волонтеров фонда и так далее. Но я дальше расскажу немного подробнее, уже когда-то мне было слово. То есть, я бы хотела сказать, что тебя фактически просто хорошо проинструктируют. Ну, это не был инструктаж, на самом деле, потому что мне казалось, что я лучше понимаю, как сделать презентацию, поэтому я там, типа, инструктирую. Но был конкретный запрос, надеюсь. Но инструктаж, да, об этом мы тоже поговорим об этом. Отличная история, на самом деле, больше выходит. Так, друзья, я и хочу сегодня представить вам еще одного нашего участника, это Максим, основатель группы компания «Веру», который называет медицинские вмешательства для значительного продвижения жизни, а также блокчейн-платформы для мобильных решений для мониторинга управления здоровьем. Я вот не технарь, для меня звучит тяжеловато. Максим, попрошу несколько слов об этом сказать, а также о том, почему ты сейчас выбрал для себя именно на этом направлении заниматься исследованиями в области испарения и долголетия. Спасибо большое. Спасибо. 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 Максим. Очень рад тебя здесь видеть. Джим, у меня на самом деле тоже вопрос. Я что-то не задала его еще пока. Так что хочу задать сейчас. А твоя причина с чего? Почему тебя привлекла эта тема? У меня что-то просто. У меня что-то довольно просто. Я когда среди прочих моих там образований вышел, первое у меня медицинское. И я не могу грешить на всех коллег своих, но я в общем похмельник довольно много бил на первых курсах. И где-то так как среди второго курса я задался вопросом не сколько про похмелье, о том как с ним справиться, чтобы в общем организм вот это как-то задумался, сколько о том, что, а что будет дальше, если сейчас так все плохо, да? Поэтому если там, ну знаете наверное Греб, да, надевал костюм старика, да, для того чтобы почувствовать себя как. Вот. Как бы если хотите примерить на себя такой костюм, ну попробуйте в компании там ВДВшников или энергетиков, или медиков, отметить день медика-энергетика, вот вы себе прочувствуете, что такое костюм старика. Так вот, и собственно от этого я задался вопросом о том, что вообще происходит сейчас в том, чтобы продлевать жизнь, как ее сделать более здоровой и молодой и счастливой. Я обнаружил, что в общем все довольно таки, ну не очень, чтобы очень, так что я решил, что если дебош нельзя предотвратить, его нужно возглавить. Вот. И поэтому влился в эту всю историю, и поэтому я думаю, что все вы здесь в том числе. Для того, чтобы возглавить тебя, а не для того, чтобы посмотреть, как оно будет мимо нас. Спасибо. А в третьих тебя, вот ты сама как вообще в этой истории у вас? Ну, на самом деле, в моем случае ничего такого средопромещания, никакого особого масштаба забот о человечестве не было. У меня просто родственник заболел раком, и три года я наблюдала за этим. Я вам честно скажу, друзья, это жуткий опыт. И на самом деле так не только с раком, так и с любыми возрастными заболеваниями. Наверное, хуже всего видеть, как родной человек, с которым мы хорошо знали, с которым мы хорошо общались, с которым много опыта общего связано, как он начинает голосовать, уходить, как исчезать его разум, как исчезать его личность. У нас вот наш президент Кейл Камита довелось ухаживать за бабушкой Сейксгеймера. И на самом деле это был его причиной, почему он решил, что надо заниматься этой темой, надо вложить свои силы работу, чтобы что-то сделать, чтобы избавиться от возрастных заболеваний по возможности навсегда. Ну что же, давайте мы приступим к основной, что называется, программе, к основному нашему блюду. И вот мы сегодня уже с вами успеем поговорить о том, что люди пока еще не очень хорошо информированы. Это вот сегодняшняя аудитория на этом плане прекрасная, я очень рада, что вы уже много знаете. Но в большинстве не проинформированы. Но значит ли это, что они не разделяют эту идею? И очень часто звучит такое возражение, что, мол, ну, это только вы сами для себя придумали, это только гератологу надо, а на самом деле обществу это совсем не нужно, и вообще надо жить только на столе. И все, хватит. Вот, на самом деле, хотим вам сейчас сейчас чуть-чуть рассказать о реальных, так скажем, цифрах. И для этого хочу напомнить, что несколько лет назад было исследование социологической группы «Левадо Центр», посвященное проблемам продления жизни. В частности, там задавали вопрос, сколько в принципе люди хотели бы жить. Посмотрите, какая интересная история помечается. Как можно дольше. То есть, в принципе, бесконечно. 22-25 процентов. До тех пор, пока будет сохранять силу и ясность сумма. Ого! Это самая интересная история. Потому что это то, как раз, что хотят сделать для нас, учёные. Хотят продлить период здоровья в новости. Смотрим. 34-37 процентов. Ну, сколько бы у нас? Традиционный ответ. Оставим все довольный случай. Ну и некоторые люди затруднились ответить. Ну, посмотрите. Если мы суммируем людей, которые готовы жить как можно дольше, и тех, которые готовы жить, пока они будут молодыми и здоровыми, мы с вами получим чуть ли не 50 процентов населения. Ну, больше. Сейчас два. Да. Хотели бы жить вечно? Вот задал вопрос. В том же самом исследовании. Ну, здесь поскромнее цифра, потому что запрос побольше. Не все представляют, чем они будут так долго заниматься. Не могу это понять. Это типичная ловушка, в которую попадают люди, которые пытаются представить отдаленное будущее. Это сложно. Там обычно какая-то такая перенажа, не ясно. А если не ясно, мы испытываем либо скуп, либо страх. Такое очень скромненько так. Пятая часть населения готовы жить вечно. Это в России, кстати. В таких странах гораздо меньше. Поздравляю вас. У нас есть достижения. Был вопрос еще один. Там вопрос был спрогулирован по-другому. Там вопрос заранее включал в себя условия, что люди будут оставаться молодыми и здоровыми. И смотрим. Значит, в несколько раз больше, чем люди живут сейчас, 25%, неограниченно долго, сколько захочу, только до смерти. В сумме мы получаем примерно треть населения, опять же, которое готово жить значительно больше, чем сейчас. Вот. Если и причем, вопрос задают про других людей, то есть, сколько другим людям можно было бы жить, если бы они сохраняли здоровый образ. Например, родственникам. Люди оказались намного щедрее другим людям, чем по себе самим. Отпустили им больше. Поэтому здесь проценты больше получились. Но когда речь зашла о поддержке организаций, которые занимаются легальным продлением жизни, смотрите, что происходит. Тоже удивительно. 45%. Ну, практически половина населения говорит, давайте, ребята, ну что, ну пожалуйста, сделайте для нас подметку о старении уже. Уже не хотим стоять. Вот. Но, тем не менее, предвиждение, что вот как-то люди вроде как не готовы, но будут. Америка. Американская светская группа Pure Research провела в 2013 году исследование. Тоже спросили людей, насколько они готовы продлить свою жизнь. Готовы ли они жить несколько десятилетий больше, чем живы сейчас. И, в принципе, мы видим те же самые цифры. Ну, 40% населения готовы. И готовы больше ожидать, если речь идёт о других людях. Согласитесь, это немножко, знаете, поворачивает сознание в новую сторону. Если вы думаете, что идея о продлении своей жизни не распространена, вот эти цифры говорят, что это не так. На самом деле она очень распространена. Недавно прошли социальный эксперимент. Женя, я хотела, чтобы ты про них рассказал. Но если хочешь, я могу про Ракурс и Зава рассказать. Я буквально могу в двух словах. Ну, здесь ты бы есть, можно просто зачитать. На самом деле, я не знаю, сколько на нас стремится у Фейсбука, вот на наш чаптер подписан. Поднимите руки. Ну, как видим, не так много. Но, тем не менее, мы вот всегда на странице размещали ролик как раз с одного очень известного видеоблога. И надо сказать, что огромное количество людей, которые мне потом написало со словами, там, а можно этот ролик разместить, у него такой интересный, вот это всё. Он про то, что люди сейчас довольно как бы сложно входят в тематику, которую они либо не понимают, которая им не близка. Но, тем не менее, если это объясняется довольно легко, то люди довольно быстро обовлекаются и поддерживают. И вот ролик, про который сейчас идёт речь, он был размещен на канале со сложным произношением, как он там, ГУНКУРС. 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 Он, как инженер, очень интересно посмотреть, как будут меняться технологии в будущем, будут ли у нас такие механизмы, будет ли у нас искусственный интеллект и так далее. Но перед ним стала большая проблема. Ведь для того, чтобы их увидеть, нужно дожить. А родился он на 40 лет раньше, он сейчас около 70 лет. И на момент, когда он осознал, что у него проблемы, он может не увидеть все то, что ему еще убить не хочется, он решил, что здесь ему тоже надо что-то сделать. Лучший человек, он обеспечен, он обратился к клиенту, где ему сделали 150 тысяч анализов разнообразных, вычислили, каким образом можно поддерживать здоровье. И он начал это делать, принимая около 100 различных добавок или газ, придерживаясь определенного образа жизни. И самое интересное, что у него предрасположенность к диабету второго типа. У него нет до сих пор, хотя у многих людей в 70-летнем возрасте он уже ждается. Он живет как здоровый человек. Да, со здоровым образом жизни, но здоровый человек, не лечащийся человек. И эта идея, благодаря ему книгам, которые, кстати, приводил Карлос, она разошлась по миру. Она стала достоянием людей самых разных. В областях, и она долетела до Сержа. На встрече он рассказывал о своем личном фартузе в Долгарете. Вот что он сказал, что на самом деле никаких предметов нет. Вы можете найти способ, даже если у вас не столько денег, сколько у меня. Ну, про 200 тысяч долларов он написал так. Вроде, говорю, не совсем, правда, вроде меньше. Вот, но не обязательно. Но вам нужен один основополагающий элемент. Вы должны страстно хотеть сердиться результата. Если страсти нет, у вас не будет мотивации изучать всю эту тему. Если не сможете изучать, не сможете контролировать. Знание правильное. Вот. Это такой, наверное, трудный тезис к нашему обсуждению. Смотрю, что еще можно рассказать вам в этом контексте. Да. Так что, друзья, многое возможно сделать. И нам бы хотелось видеть просто больше таких примеров, как Серж. Хотелось бы самим, наверное, быть очень похожим. Мне бы хотелось, честно вам сказать, соблюдать собственную стратегию и говорить, что более качественно. Но все это требует усилий. И было бы, наверное, проще. Если бы я чувствовала себя на каждой улице, на каждом мероприятии, в другом офисе, что называется среди своих. Ну, как же нам этого добиться, если коммуникации все еще не быстрыми? Давайте начнем нашу физку. Спасибо, Лена. Это потрясающе, на самом деле, то, что происходит. Сейчас мы уже точно знаем, что больше 5 миллионов, а сейчас, если очень интригировать, то 5 миллионов, сколько тут, 20 человек, знают уже о том, что такое борьба со старением и что-то пытаются с этим делать. Но, соответственно, одна из проблем, с которыми мы прямо сейчас сталкиваемся, это как заинтересовать остальных, чтобы они все помогали нам продвигаться к администрированию. И у меня вопрос к вам, Хосе. Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись и что работает для людей, которые очень тяжело воспринимают идею новую для себя? Как их, скажем так, убедить от ненавистников стать заинтересованными людьми в продолжении своей жизни? Великолепно. Я работаю с многими интернешними группами, и я пытаюсь продавать идеи о лонжевом, как я сейчас делаю в Москве, с друзьями, с друзьями, с другими друзьями, с другими друзьями, и другими другими institutions. For example, Humanity Plus. Я был один из основных, 20 лет назад, это было названо «The World Transhumanist Association», и мы верим, что это в речи и в морталитии. Мы думаем, что это не вопрос, если это будет возможно, но когда это будет возможно. И больше людей, которые знают, что это возможно, это скоро будет происходить. Также, международные группы, как «The World Academy of Art and Science», which is a group of very distinguished academicians internationally. И другие группы, как «The Millennium Project», и у нас есть «НОД», группы от футуристов around the planet, including здесь, в Москве. И каждый год, мы пишем «The Challenges of Humanity» в следующем году. И также, мы уже пишем «The latest book», where we talk about three scenarios for the year 2050. And in one of those scenarios, people are already immortal. Okay, so we are trying to popularize these ideas to take them to public policy advisors, to politicians. I'm also one of the founding faculty of Singularity University in the year 2009. And I was four years based in California. And at Singularity University, we believe that it will be possible to control aging. Again, we just need to accelerate the process. The ideas of the Singularity have been spreading, basically, with institutions like Singularity University and others. But now, media, like Time Magazine and many other magazines, are beginning to bring this internationally possible. A few years ago, Time Magazine wrote, 2045, the year man becomes immortal. One of the consequences of the Singularity is that we will become immortal. And maybe not just biologically, because we will probably transcend biology into something different. But even biologically, by the year 2045, we should be able to become immortal. So this is an incredible time. An incredible time never happened before in history. We are between the last human mortal generation and the first human immortal generation. So my question to you is, do you want to be part of the mortals? Or part of the immortals? Okay? We truly live in an incredible time. The idea was popularized by my friend Ray Kurzweil in his famous book, The Singularity is Near. By the way, he's writing a new book for next year called The Singularity is Nearer. Because we are getting closer and closer. We believe that in the year 2029, we will pass the Alan Turing test. In the Alan Turing test, you don't know if you are talking to a human or if you are talking to an artificial intelligence. This is going to happen in 12 years or less. You will not know if you are talking to an artificial intelligence. Actually, do you know if I'm not an artificial intelligence? Well, in 12 years, you will not know it. And then technology will keep on changing because there is this exponential technological change. And by the year 2045, we believe we will reach the final technological singularity. When one artificial intelligence will be bigger, more powerful, more knowledgeable than all of humanity combined in the year 2045. And at that time, at the latest, we will also be immortal. Also, maybe between the next 10 years and 15 years, we believe we will reach longevity escape velocity. That means that very soon, in 10-15 years, for every year that you live, you will live one year longer in the future. Okay? Because we are expanding our life spans. So, between 10 and 15 years, for every year you live, you should be able to live another year. Still, however, we are aging. So, this is only the first phase to live long enough to live forever. But then, at the latest, by 2045, we should be able to rejuvenate people. So, I like to say, that first, I do not plan to die. It is not among my plans. I don't plan to die. But more interestingly, in 30 years, I plan to be younger than today. Not older. I will be younger than today in 30 years. Anyway, this is what we believe in the ideas of the singularity. Let me give you an example of exponential change. Because exponential change is not only with computers. It is happening in all technologies. For example, with the human genome. The human genome project began in 1990. And it finished in 2003. That means it took 13 years to sequence the first human genome. And it cost over $1 billion. Today, in 2017, you can sequence your complete genome for about $800 in a couple of days. And we believe that in 2025, you will sequence your complete genome for $10 in one minute. This is truly incredibly exponential. In fact, biotechnology is changing faster than computer technologies. Much faster. And this will help, obviously, medicine. All the technologies are changing faster, smaller, cheaper, and better. Also life span. You know, 2,000 years ago, in the time of the Roman Empire, average life span was about 20-something. And most of the time, we were just working or sleeping. That is what we did. No time for anything else. By 1900, we began living longer, and we had more time for education. Which is what is changing the world. Because we are more educated. We are more knowledgeable. By the year 2000, we hit over 70 years of life expectancy. By 2040, we will reach 100 years of life expectancy. And five years later, we will reach immortality. So that you see, this is a truly exponential curve, as well, also in longevity. Ten years ago, I went to visit famous science fiction author, Sir Arthur C. Clarke, who is very famous for movies and books like Space Odyssey 2001. But he also wrote the three laws of the future, which are really, really interesting. First law of the future. When a famous scientist says that something is possible, he is probably right. But when he says it is impossible, he is probably wrong. Second law of the future. The only way to discover the limits of the possible is to go beyond the limits into the impossible. And third law. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. So we are going to see magic in the next few years, because the technologies of the future will look like magic to us today. For example, 30 years ago, there were no personal computers. Can you imagine a world without personal computers? Well, we didn't have personal computers 30 years ago. Mobile telephones were spreading 20 years ago. Companies like Google, Facebook, Yandex, etc. They were growing 10 years ago. But what is going to happen in the next 10, 20, 30 years? We are going to see incredible things. Magical things. And remember, this is exponential. This is not a linear change. This is exponential. In the next 20 years, we are going to see more changes than in the last 2,000 years. I repeat. In the next two decades, we are going to see more changes than in the last two millennia. So this is truly exponential changes. One of those things is that we consider that aging is a disease. But that we will cure this disease. Aging is a curable disease. One of our friends co-founded the Methuselah Foundation, Aubrey the Great, about 10 years ago, with two objectives. Longevity and rejuvenation. And they created the Methuselah Mouse Prize. In the last 10 years, since the prize was created, they have been able to increase the life of mice almost 3 times. The life of mosquitoes 4 times. And the life of some worms 6, and now even 10 times. So this has already been done. For some worms up to 10 and 11 times in the last few years. So what do you think will happen in the next 10 years? This was the last 10 years. What will happen in the next 10 years? Because this is not linear changes. Remember, this is exponential changes. Actually, today we know that we already have two cells that are immortal. Germinal cells. And all of you have germinal cells in your body. They do not age. The germinal cells you have in your bodies today, they do not age. That doesn't mean that they are immortal. Because if you kill them, or if they die because there is no more food, or because the person died, therefore the germinal cells inside the person died, but they do not age. And I work and I believe in not aging. That doesn't guarantee I will be immortal. Because even if I don't age anymore, but a piano falls on my head, I will be peonized, even if I don't age. But anyway, we work towards control of aging and rejuvenation. So why do we think it is possible? Because it already happens naturally. The germinal cells in your bodies, they do not age. And number two, cancer. Cancer is the most interesting disease to me, because cancer discovered how not to age. Cancer cells are biologically immortal. How many of you knew already before that cancer cell is immortal? Raise your hands. How many of you? Actually, not many people. And this is a highly educated group of people, and people interested in longevity. And even then, not many people knew that cancer is biologically immortal. This is a failure of medicine. Because this was discovered in 1951 with a patient called Henrietta Lacks. She died in 1951 in the John Hopkins University Hospital outside of Washington, D.C. And the doctors were analyzing the cancer tumor. She had a cervical cancer. And while the doctors were analyzing the tumor, the patient died. Henrietta Lacks died. But the cells are alive today. And the Hela, in honor of Henrietta Lacks, cells are the most well-known cells in biology. And they are all over the world, including in Moscow. In Moscow, there are biotech centers working with Hela cells. So since 1951, we know that cancer cells are immortal. And people don't know it. How can it be? Because medicine has been a failure until now. Medicine has been a bad art. But in the future, it's going to be a good science, thanks to the advances in technology. We also know there are even complete organisms that do not age. Hydra. Hydra do not age. They are also biologically immortal. So, I repeat, when people say immortality is impossible, and they say, how can it be impossible when it already happens? It happens in your bodies. You have immortal cells in your bodies. There are immortal organisms. How can it be immortal? Impossible. It happens. So, I am an engineer from the Massachusetts Institute of Technology, MIT, and we engineers, we solve problems. And if we know this is possible, we want to understand why and do it better. So, this is the mentality now in Silicon Valley. In Silicon Valley, people are understanding that we are going to be able to cure aging. And therefore, we need to popularize it and we need to do research. And then Google, three years ago, created a company called Calico, California Life Company. The objective of Calico is to cure aging. As you can see, to solve death. Death is a little technical issue that we can solve. But not only Google, there is also Microsoft. Microsoft has announced that in 10 years, they will cure cancer. How can Microsoft cure cancer in 10 years when we haven't done it since 1951? Well, because we didn't have the technology and we weren't doing it the wrong way. Now that we can sequence the human genome, we can find the mutations that stop the aging of the cells. So, we have the technology today and it is not a medical problem. It is a computational problem. And that is why Microsoft says that in 10 years, we will cure cancer. But if you don't like Microsoft or you don't like Google, how about Facebook? And Mark Zuckerberg announced that he's donating all of his fortune, all of it, billions and billions of dollars, to cure all diseases, including aging. The president of his foundation is his wife, Priscilla Chan, who is a medical doctor from Harvard. So, not just any medical doctor, okay? She studied biology at Harvard. And they know, they understand that we will be able to cure all diseases, all, including aging. So, this is a matter of time. We hope sooner rather than later. So, plan A is not to die. So, I recommend that you do not die. But if you die, we have plan B. Plan B is prior preservation. And plan B also is needed because some people will die, unfortunately. People will still die in 10 years. People might still also die in 20 years. Besides, you can always have accidents. And if you have an accident and you die, what happens? Then, you call Valeria. And then, she tells you about cryopreservation. Also, many people think this is impossible. That this is stupid. Well, let me tell you, it is possible, actually. It began also 50 years ago with the cryopreservation of sperm, eggs, embryos. In fact, today, many tissues and many organs are cryopreserved. And many humans, many humans, have been cryonically suspended as embryos. Thousands and thousands of humans that were born through in vitro fertilization were cryonically suspended as little humans. But they were cryonically suspended. So, for the people who tell me, oh, so this is impossible. I say, how is it impossible? I have two friends who were cryopreserved as embryos. How can it be impossible? My friends are alive. And then, I have visited the main cryopreservation centers in the world, like Alcor in Arizona. And, obviously, cryorus here in Sergey Fosad. And I had the pleasure to be, last year, with Elena and with Valeria in a big expo convention here in Moscow where they were also advertising sarcophagus. Anyway, I just want to tell you that this is going to be possible. And I was in charge, last year, of cryopreserving the first Spanish citizen in Spain. So, this is happening all over the world, not just in Russia, not just in the USA. My friend in Spain now, he's having a very cool life. Now, he's cryopreserved. And another patient, also from France and Spain, came to cryorus very recently. Anyway, I organized in Madrid, in May this year, the largest international conference on longevity and cryopreservation. Remember, Plan A, longevity, mortality, and Plan B, cryonics, cryopreservation. And it had many international presenters, including Valeria and also Elena, people that came from Russia, from China, from Germany, from the USA. And also, I'm working, well, this was in the conference, and I'm working on something that is called Rad Festival. Rad is Revolution Against Aging and Death. And I want to invite you to come to California next September. And we will actually show you at the bottom right, Liz Parrish, who is the first patient being rejuvenated with telomeras treatment. She's injecting herself with telomeras, so that her telomeres grow. This is one of the possible causes of aging. But in any event, if you want to meet people experimenting on their own bodies, and we need more volunteers, we need volunteers, so please come to San Diego, and you will meet the latest of the latest on rejuvenation technologies. Also, next week, I will be in Brussels, also with Valeria, in the Transhumanist Conference, Transvision Conference, that we organize around the world. Next week, it will be in Brussels. We are going to have many people from different countries. I repeat, from Russia, it will be Valeria. I will be also speaking there from... I'm from Venezuela, Spain, the USA. You have different nationalities. I don't believe also in nationalities. We live in a global world. I want to be Russian, too, if you let me. Anyway, next year, I am organizing one in Madrid. So, write it in your agendas. And 2018, you are all welcome to Madrid to talk about transhumanism. So, just to finish up, I want to tell you about my philosophers. I love Goody Allen, because he said, I don't want to achieve immortality through my work. I want to achieve it through not dying. And also, an even more interesting one, Groucho Marx. Nothing to do with Karl Marx. Groucho Marx said, I intend to live forever, or die trying. In my case, it is even better. I do not plan to die. Okay? So, I have it very clear. I don't even plan to die. And as I said, I plan to be younger in 30 years than today. I finished with a beautiful Chinese word. You need to learn some Chinese. You will have many centuries to learn Chinese. This is a beautiful Chinese word that means crisis. Crisis in Chinese has two parts. The first part means danger. But the second part means opportunity. We live in an incredible time in the biggest crisis in human history with a lot of danger, but even bigger opportunity. So, we have to meditate. I love to meditate. We need to consider everything about the future. And... Спасибо. 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 Очень приятно вас слушать. Хочу задать вам такой вопрос. Вот сегодня, да, прозвучал прекрасный пример наоборот, как можно представить будущее, сделать оно максимально привлекательным и интересным. И не боитесь ли вы таким фактором, как дальше называются идеи, которые не так что возведятся разными технологиями. Не боитесь ли вы, что вызовет в них свой город шок? Жизнь. Все есть, знаете, еще от своих комментариев? Я не знаю, как вы, но я человек более или менее погруженный в эту тему, вот после выступления Хосе еще немножечко, как бы мурашки у меня по коже бегают. Потому что это, конечно, все потрясающее. Вот. Но опять же, не знаю, как вы, но я, даже будучи глубоко погружен в эту тему, все равно испытываю великий шок. Есть такой термин, шок будущего, слышали многие наверняка про то, этот термин вообще был придуман футуристом Эллином Токлером, и он о том, что вокруг человека очень быстро происходят изменения, и он от этого слегка, а иногда очень сильно нервничает. И вот когда он начинает нервничать, он теряет кориентацию в пространстве и начинает латкаскивать сразу. Я немножечко нервничаю даже в такой ситуации, не знаю, каково вам, но мне бы очень хотелось спросить Кассе, как вы поступаете в такой ситуации, когда человек не понимает, не доходит? Как преодолеть шок будущего? Ну, я пытаюсь объяснить, что мы живем в разное время, что мы живем в разное изменение, что только целью сегодня, это изменение, и быстрее изменение. Если вы посмотрите на мир 20 лет назад, в будущем, это будет гораздо большее, как я объяснил, 13 лет назад, 20 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад, 10 лет назад, Facebook, Google. Я объясню, что эти изменения происходят, и что они будут лучше для нас. Я имею в виду, что сегодня, в мире, у нас есть мобильный фон, все, даже в Африке, даже в Индии, они имеют мобильный фон. The same with these rejuvenation technologies, medicines, they will be actually available to everybody very quickly, because they will not be very expensive, and everybody will want them. So I try to tell them that the future is going to be better than the present. Спасибо. Евгений Валерьевич, вы что хотите, давай. Да, у меня есть один достаточно важный комментарий. Здесь прозвучало очень важное понятие, что через какое-то время мы можем быть моложе, чем сейчас. То есть мы действительно подходим сейчас к технологиям, которые дают не только откладывание старения, но и омоложение, то есть возвращение человека в более здоровое состояние. Но я хочу очень важный момент сказать, о котором мы очень часто сталкиваемся как об барьере. Дело в том, что большинство людей ждет волшебные таблетки, в кавычках, или волшебные процедуры, которые будут их омолаживать, или будут откладывать их старение. Но лично мне со мной можно спорить, а с удовольствием постоль. Достаточно очевидно, что реальное отравление жизни и реальное омоложение, это не вопрос конкретной процедуры любой стоимости, это вопрос тщательной, последовательной самодисциплины, начиная буквально с 30 лет, когда человек начинает стареть. Это очень важный момент. Иными словами, если ты хочешь прожить долго или, не знаю, бесконечно, ты должен постоянно заботиться об этом, ты должен менять свое поведение, менять свое отношение к себе, менять свои привычки. Очень наглядный пример приведу. Вот когда, я показывал в предыдущей технологической революции, был момент, когда медицина сказала, если вы не хотите уметь десентерии или от других болезней, мойте руки перед едой. И люди сказали, да ну, бросьте вы, это все баловство, вот какая вкусная яблок, ищай с его съем. И для того, чтобы научить людей иметь руки перед едой, понадобилось много десятилетий. Ну, я употребляю это в расширительном смысле, говоря вообще о хигиене, о санитарии, о здоровом образе жизни. Вот для того, чтобы жить долго, понадобится очень много, что делать. Очень большая самодисциплина. И очень много процедур. Не потому, что мы ждем, что вот, надо дотянуть, пока появится волшебная каблетка. Она не появится. Появится много интересных методов, очень хороших способов, очень эффективно действующих. Но мыть руки перед едой нам всем придется. И это очень важно. И почему люди не хотят заниматься продлением жизни сейчас? Потому что придется много от чего отказываться. Придется, например, действительно переставать пугать. Извините за мой транспорт. С относительной регулярностью. И гордиться, что могу там бутылку в одно лицо, и потом ничего дошло до дома. Придется. Придется не есть сахар. Вот Паша тут запросил замечательные картинки про то, что наши замечательные гости не воспользовались замечательным кейпингом. То есть в этой аудитории замечательная самодисциплина. Сладкие печенюшки, пирожки есть, кто не стал. Молодцы. А это уже самодисциплина. Понимаете, вот к сожалению, или к счастью, когда мы говорим о старении, надо сказать людям правду. Вы будете себя ограничивать. Достаточно во многих плохих привычках. Но у вас что-то подняется взамен. Вот надо обсудить, что подняется взамен. Вот эта длинная жизнь, длинная молодость, возможность раскладывать свою жизнь на десятилетия вперед, возможность не только вырастить детей, как вы будете на питье, а вырастить потом еще детей, которые будут моложе внуков. Это все очень большие цели. Но ради этого придется терпеть определенные самоограничения. И вот я, по крайней мере, когда говорю о старении, я говорю все время об этом. Потому что мыть руки перед бедой придется всем научиться. Я скажу только одно слово. Я не согласна. Я лично знаю много способов, как бороться с старением, не напрягаясь. Может, я о какой-нибудь другой дискуссии расскажу, но сейчас не могу терпеть. Спасибо. Друзья, знаете, я хотела комментарий, какой я от вас не слышу сейчас. Мы все-таки, вот, как лекциях, все затронут эти вопросы, я просто сделаю и приеду и послушаю. Вот. Но вот такой вопрос о образовательстве очень-очень ярко. Может быть, там, что вам? Мы же не можем просто опять же, из психологических исследований, что разница, что смерть, это не все-таки не бывает. Более-то, наша консультура, она заточена таким образом, чтобы писать ее смерти, делать фильмы о смерти, и я с этим делаю все-таки ключи. Исследователь был, где выбрали 19 фильмов, где говорилось именно о бессмертных людях, именно людях, не гномах, не ванкирах. И из 19 фильмов, которые были исследованы, в 17 люди эти были опрессованные, ну, как минимум, морально неполноценные, или преступники, или какие-то совершенно сумасшедшие, которые совершенно не заботились о обществе, в целом, только о своих личных эгоистических интересах. То есть, в культуре вот так. А что мы можем противопоставить этому? Вот такой вопрос я хочу задать с этим вопросом встретились, когда еще только делали российское дронатическое движение на соответствии первых текстов, что такое бессмертие. Мы все обманули, мы прямо написали, что бессмертие философская категория, а мы говорим об очень-очень долгой жизни. Все это прочитали и согласились. Так и надо. Можно я? У меня был маленький комментарий к тому же Сталу Евгении. Я на самом деле тоже не согласна, что нам придется 100% себя очень сильно ограничивают во всем. Потому что не всегда там было много кейсов в истории, когда, например, были выяснены механизмы того, как нас выпивает диабет второго типа. И люди, даже зная это, все равно продолжали любить себя поеданием грушек и сахара. Прекрасно знали. И только изобретение инстулинговой инъекцией и на самом деле продлило их жизнь. То есть им не пришлось на самом деле себя мучить и отказываться от всего. А вот таблетчик помогла. Но я, конечно, не призываю из вас всех сейчас не мыть руки перед едой, как вы говорили. Но мы не можем быть там уверены, как на самом деле подразвиваться события. Возможно, нам не придется очень сильно сливого всем ограничиваться. Как будет устроена терапия в эти старения не лекарства, там вот на таблетках, не знаю, скорее всего, будет некий порядок действий, когда нам придется совершать. Как этот механик будет устроен, пока не знаем. Придется ли нам чего-то отказываться страдать, мы пока тоже не знаем. А если возвращаться в этот вопрос, что же там с позитивной картиной будущего, мне кажется, что вот это соотношение, что большая часть картины была с негативной картиной, те картинки, которые были сняты ну когда там 10, 5, 20 лет назад, почему? Человек задумывается о будущем, художник, режиссер, задумывается, давайте к этому классный сюжет, сейчас все беседельные. А в конце он приходит к тому, что он, блин, вообще-то это как бы невозможно, невозможно, как-то надо себя, наверное, оправдать этот факт. Но, наверное, после этого ужасно все будет. Давайте просто напишем, что это ужасно, это бесконечная жизнь, ну, раз уж какая-то невозможная. Это просто, мне кажется, форма психологической защиты, тот факт, что мы всегда ее представляли в негативном ключе. И сейчас, когда вот, как сказал прекрасно, много кейсов, то насколько это на самом деле для нас более реально теперь, мне кажется, что большая часть картин, которые будут сниматься сейчас, завтра, послезавтра, они же будут более позитивным ключей сняты, потому что, ну, уже более много обещающие истории получается. Да нет, на самом деле я с тобой согласна, спасибо, прекрасный памятник. И Валерия, еще можно сказать, пока. У меня еще очень активно, у меня ограничивает это, серьезно договорились. Я имею, кстати, другой пример. Крионика. Крионика, в русских фильмах, это почти всегда позитив. Обратите внимание, безмерзия не знаю, есть позитивные фильмы, есть негативные фильмы, лекаря, мне так нравился, там в конце лекарь оживляет все у учителя, все хорошо. А Крионика, она еще настолько позитивная, и всегда показано работающий, что, например, мало кто даже может дать себе отчет, что аватарм начинается с Крионики. То есть, когда это первые фильмы, кадры, это технические корабли, все посыпаются, с ее снаем, говорят, выберем, приятные на пиопеде, элитмическое, солдаты, фельдгоу, на Пандору. И она позитивная. Вот как они умудрились насчет бессмертия напрягаться, а насчет Крионики нет, Крионика-то более ратикальная. Знаете, может, правда, где лучше вписываться в сценарий, там все гораздо хорошо получается. Я помню, что я когда смотрела «Интерскелл», очень мне просто нравится фильм, несмотря на количество недостатков в научном смысле, ну, посмотрите, как там прекрасно нарисована Крионика. Она такая повседневная, она такая простая, что на ней не заостряется внимание, и не вызывается как-то вот позыв к борьбе с технологией, особенно, если она помогает космонавтам. я думаю, что там, это властей для Крионика начнет переменяться очень трудно и очень скоро. Спасибо, я думаю, что это было интересно. Давайте перейдем к обсуждению других аспектов, тоже связанных, кстати говоря, с культурой. И я бы хотела сейчас как раз попросить Харлеса рассказать нам немного о вашей работе над книгами, над переводами. И в частности, вы можете угрыбить о том, вот с какими сложностями вы сталкивались и пытались оттанцировать идеи, как из одной структуры, другую структуру. Thank you very much for the introduction. I was asked today about our experience and to give a little bit of information about ageing in different languages and cultures. I guess that in order to introduce transhumanism, longevity, research, and this kind of thing, I had more or less the same problems that thinkers like Aubrey T. Gray or Ray Kurzweil that I ended up publishing had introducing their own ideas in the English language. But, of course, we also faced some certain problems that probably they didn't face. For example, when we translate the book of Aubrey T. Gray ending ageing, we translated the book into Spanish and we actually had some interaction with the people who read the book. From the beginning, José Luis was a great help. We really appreciate and are very thankful for his help. And, for example, in Spain, we faced a different religion. Most Spanish people are Roman Catholic. I will not get into details but I remember some orthodox Catholic schools where we presented a book of Ray Kurzweil and we actually kind of had to run away from the school before getting beat up by the people there. So, this is, for example, a cultural difference that we had to face. We have a duty to die. That is what most people think. In order to be saved by God, we have to die. That's the way to understand divinity, to understand religion, to understand the holy thoughts that we might have. That is, of course, a problem. We want not to die. and this is not about erasing any kind of the human experience. It's about redesigning it. We don't say that religion is bad by itself or that we don't have to have any kind of transcendent thoughts, but we can have this kind of experiences without having to die. That is not always something that is easy to understand. For example, different philosophical mindsets. We find, we have defined any kind of philosophical or epistemological systems written originally in Spanish. That is a big problem. And in my opinion, the work of Ovidy Gray is an epistemological revolution. That is what he calls sense. Sense, you know? What he proposes is a revolution in Asian science, in gerontology. Until Ovidy Gray, the gerontologists were trying to make us not to age. How to stay the way you are. And in this manner, we could maybe not stop, not die. What the sense approach says is, well, we are going to keep on aging, but we are going to repair the damage done by aging. Because we know that the damages or the kind of damages that aging produces are only seven. They are only seven. And for every one of these seven pathologies, we can create a cure, we can create a therapy. One or more therapies that will repair the damage done by aging. This is an epistemological revolution. This is a different mindset. And this is not something that, unfortunately, my country, Spain, is something that is very keen of. We are very good in reproducing what other people have said, but we are not very good when we try to adapt revolutionary ideas or new ideas that are not mainstream. and, for example, another difficulty was a different approach to the world of science. Unfortunately, among the 200 best universities of the world, none of them is located in a Spanish-speaking country, which is a terrible thing. I mean, Russia, and in Russia you are, since 100 years ago, much more advanced than we are in the field of science and universities. And, in my opinion, the very wrong educational system that we have in Spain and in the Spanish-speaking countries are also a problem when you try to introduce new ideas. That, in my opinion, also has to do with a very specific kind of religion thoughts. This is not the case, for example, in the Orthodox world or in the protestant wars. We are not going to get into it, but that is also, that is also a problem. So, I ask myself, how can we summarize all these problems? How can we put together all this experience? and, in my opinion, we have a very good explanation about this in the work of Karl Popper and in what he called the myth of the framework. The myth of the framework. He actually said in his paper that the myth of the framework is the main mistake that the German culture has. So, he called this like a major problem in the German way of thinking. So, what is the myth of framework? The myth of framework is the doctrine of impossibility of mutual understanding between different cultures, generations, or historical periods. What does this mean? This means that unless we have something in common, unless we share some culture, or some beliefs, or some kind of connection, there is nothing beyond our cultural conditioning that will make us understand each other. We either have this framework or we will never get into an agreement, we will never get into a other common project. And he reacted against this. He said that this myth is false, and he said, I hope that orthodoxy is the depth of knowledge, since the growth of knowledge depends entirely on the existence of disagreement. In other words, disagreement is good, even if someone presents a new idea that challenges your beliefs and challenges your way of thinking, this might be annoying at the beginning and your first reaction could be to reject this, but still you have to make the intellectual effort of saying, well, let's pay attention because maybe this person is saying something right that I have not thought about. and this exercise, this exercise of welcoming disagreement is what he proposes as the way forward. So, what is the antidote that he proposed for the need of the framework? He talked very openly about goodwill and reason. These are two concepts that he took directly from the philosophy of Immanuel Kant, German philosopher, and he proposed these two antidotes as an antidote because they are pervasive in human cultures. They are beyond our cultural disagreements or they are beyond our cultural differences. We will always find people with goodwill in all different cultures. We just have to find them, but they are there. So, goodwill will be happening in all different cultures. And this will be the base of research. This is how these people will be able to use their reasoning in order to make us all advance. So, this is what we think and we have always thought should be the way forward. We also publish other kind of books not related to transhumanism and they are related to unorthodox economical ideas, modern monetary theory, and there we talk about group thinking. The biggest problem of economics now is group thinking. We have a wrong economic framework that doesn't help, but we have a lot of people defending it because they are into a group that directs universities, directs political parties, trade unions, and they feedback each other. Well, group thinking is another word for framework. So this problem is present in all kinds of scientific research that we could find. So in order to introduce the work of Aubrey D. Gray, and this is the Spanish text I used here, this first paragraph. What I say, in order to introduce the book, I related the figure of Aubrey de Grey, who is this gentleman here from England, with Gilgamesh. Gilgamesh, who is the poem of Gilgamesh, is a book that is 5,000 years old and from Mesopotamia. Gilgamesh was a legendary Mesopotamian king, and I called Aubrey de Grey the reincarnation, the reincarnation of Gilgamesh, because I wanted to give this pervasive, this beyond cultural barriers sense of the book. And they don't only seek for immortality, they also look very much alike. This is Aubrey de Grey and this is Gilgamesh. So I immediately came to this idea that Aubrey de Grey is the reincarnation of Gilgamesh. Just for the people who are maybe not familiar with Gilgamesh, Gilgamesh was a king, you know, and he of course was living in Mesopotamia in more or less a modern city that we could call today. And he had a friend called Endiku. Endiku was a person who was still living in the wilderness. The poem relates probably to the change from paleolithic times to neolithic times when people started living in the wilderness and started living in cities. And Endiku and Gilgamesh were best friends. So Gilgamesh was a very powerful king but still he was friends with a peasant with a worker from a person who lived in the wilderness and they were best friends. This is an example of goodwill. Even though we come from different social backgrounds we can understand each other and we can like each other. And the plot of the book of the poem is that Endiku gets sick and dies. And everybody understands that Gilgamesh was very sad and he tried to save his friend. So this is another symptom of goodwill. Even though we don't live in Mesopotamia anymore, even though we don't have any kind of connection with this culture, we understand that when someone dies and when someone gets sick, the beloved ones of these persons try to save him. and this is something that we can understand 5,000 years after the poem of Pilgames. This is still happening today. And this is something that brings us all together no matter what religion we have, no matter what language we speak, no matter what ideology we have. we think that this is the right thing to do morally and this is also the reasonable thing to do. If one person we love is sick, it's reasonable to find a solution for the problems of this person. And this is something we can all understand. And this is the spirit we wanted to introduce in our books. This is pretty much the strategy we follow with our publications. Not only Aubrey de Grey was translated by us, we are in the Russian chapter of the singularity university and we also publish this singularity is near. Jose Luis has talked about it by Ray Kurzweil. We can find that the theory proposed by Aubrey de Grey and Michael Ray can be placed inside of the law of accelerated returns that is presented by Ray Kurzweil, founder of the singularity university in his book The Singularity is Near. We also publish his book How to Create a Mine. Jose Luis has also talked about it. This is a book related to the appearance of the emergency of artificial intelligence that will happen in 2023. We will not know if we are talking to a machine or a human being. And last but not least, the abolition of aging written by David Wood. That is the book that made me know our friends here, Elena. And we also published singularities near in German. We call it Menschheit des Mai von Null, humanity 2.0. Because, and here is another example of problems we faced, the singularities near is pretty straightforward translated into Spanish. La singularidad esta cerca. But it cannot be translated into German. It could be translated, but then I would have to, I should write like three or five or six different lines of text. Because in German, when you say that something is near, you always think about space. I am near her. But you cannot be near to something like the singularity. The singularity is not a place. So, at the end we thought, okay, humanity 2.0, that is also the name that the French used after we published the book in Spanish. So, this is a very nice cultural difference. And same thing with how to create a mind. how to create a mind is very straightforward translated into Spanish. Como crear una mente. But the word how, como, is not directly translated into German. So, we had to call it how to create a mind with the subtitle The Secret of the Human Thought Revealed. That's behind this there's mentioning Hendenkens. So, even at the even at the titles of our books we face some cultural difficulties and differences but again we think that goodwill and reason is beyond these limitations and beyond these problems and we can all understand that the biggest challenge probably of the human being today is to be aging and be able to be healthy and beautiful for unlimited period of time. Thank you very much. Thank you very much. I really like the idea of the love and love and love. I just wanted to say about the the fact that this section is that the fact that the fact that the fact that the fact that the human being is the даже историки, она на самом деле не первая человечество, то самое, которое прошло в их завтраке, у него было несколько рассказов и историй, почему именно люди стали смертны, а они потеряли до смерти, которые совершенно явно живут как можно лучше и как можно здоровее. Но это не всё. И дело в том, что вот эта вот бессознательная часть нашей культуры, о которой мы можем когда-то даже не забываясь, пока не сталкиваемся с этой системой, она куда-нибудь делается, она становится в нас, она часть у нас. И даже если вы вспомните Конституцию Всемирной Агентации Здравоохранения, вы увидите, что на самом деле цель бессознательного высшего уровня здоровья для всех людей, где здоровье — это на самом деле превосходное здоровье, это здоровье без ограничений, без независимых заболеваний, без вот этих вот неприятностей, которые с нами случаются в взрослом возрасте. Цель бессознательного высшего уровня — это то, чтобы победить все больницы, сделать людей абсолютно здоровыми. То есть из наших ранних мифов, из наших ранних сказок, из этих всех историй, из борьбы человечества с разными неприятностями, с которыми мы сталкивались, то есть мы, как человечество, пришли вот к какому концепту и даже закрепли его в официальном договоре, как у нас. Может быть, там это не называется «в смерти», но посудят это то же самое. Это важно не забывать. Коллеги, мы чуть-чуть отстаем от графика, поэтому я предлагаю двигаться дальше, но давайте двигаться дальше, и следующая тема у нас. Какая у нас следующая тема? Ну, я предлагаю поговорить про личную ответственность. Вообще, все, что касательно того, как человек менялся со временем, безусловно, лежало на наших плечах. И в зависимости от того, когда мы брали на себя личную ответственность, либо когда мы ее избегали, у нас происходили, так сказать, эволюционные стычки человека. В частности, один из первых шагов, который мы сделали – это, собственно, мы взяли на себя ответственность за разделение труда. И через это, собственно, стоял вопрос. Если мы говорим о том, что разделение труда – это важная часть, но мы говорим о том, что нам за своим здоровьем, чтобы следить, нам нужно следить со всех сторон вообще, то где польза от этого разделения труда? Да, я как раз Евгений Борисович хотел спросить, как можно, будучи специалистом в одной области, развивать вообще продвижение жизни? Можно ли это делать? Ну, любое. Мы термонологи берем где-то. Ты про разделение труда сейчас, да, говоришь? Да, разные профессии, разные. Знаете, вот это на самом деле вопрос, что называется, с подвохом, потому что как раз в случае продления жизни мы приходим к пониманию, что классическая парадигма современной науки, именно состоящая очень высокой специализацией, она как раз не работает. Потому что здоровье человека – это не, там, хорбиология здоровья сердца, это не эндокринология здоровья его и эндокринной системы, это какой-то очень сложный комплексный процесс. Если смотреть на любые данные, которые, там, по продлению жизни, там, полукатлетных, там, вышек, там, или еще кого-то, ты понимаешь, что там один комплекс, а другой влияет, и все это выводит. Непонятно, почему, ну, снижение вот этого параметра на их продление, наверное, это проявляется через то, да, через то. Поэтому этот же процесс, кстати же, происходит сейчас не только в биологии, он происходит, например, во всем, что связано с бигдейта, потому что, по-хорошему, реальное извлечение пользы из больших данных возникает только тогда, когда этот бигдейт становится всеобщим. То есть, когда ты собираешь это время данные и по передвижению, и по состоянию, и по координатам, и по потреблению, и по всему. То есть, нет специализации. Поэтому я как раз думаю, что мы сейчас идем к истории с деспециализированной научным знанием, когда мы не собираемся. То есть, старение с научным причем зрения, это общий научный вызов. Потому что надо совмещать в себе очень широкий комплекс наук, не только биологический, кстати, но и наукоповедение, и социальных наук, и психологии, и всего прочего. И из всего этого складывает патрон. И проблема как раз вот про ответственность. Как я уже сказал, как раз я это называю проблемой ответственного и информированного пациента. Классическая медицина, она все-таки от пациента не ждет, скажем так, дисциплины, но соблюдает предписание и все. А вот к вопросу про длиннее жизни человек должен относиться очень ответственно и ежедневно. Я вам повторю, я вам буду об этом повторять много и много раз. Перед очень простой пример. Недавно совсем все радовались победе над лихорадкой Эбла. Все обсуждали, что вот чудесные вакцины изобили. Лихорадка Эбла была подтверждена, была не вакциной. Она была подтверждена тем, что аборигенов наконец-таки убили не целовать друга. Я не шучу. Я не шучу. Там было принято целовать друга. И тем самым разносилась болезнь. Как только ввели элементарные методы санитарии, эпидемия тут же закончена. Без всяких вакцин. Вот это к вам извините к вопросу о мотиву. Надо действительно, пациент должен понимать, что он делает, что он не делает. В каком-то смысле, действительно, проблема реального воздействия жизни, это вопрос того, что очень многие вещи о нашем организме мы должны знать с детства. Точно так же, как 50 лет назад наших родителей, кому родители, кому бабушек, дедушек, учили, что подъем плавают плохие, вредные и страшные микробы, поэтому не пейс. Это неправда. Это не так. Там разные микробы плавают, и все равно будет надо пить, потому что коммунитет приняла. Но на тот момент сходилось. По крайней мере перестали идти интеллигра. Точно так же сейчас людям надо знать, как работают нейронидиатры, как работают ликвидные цифры, как работают какие-то другие вещи. Надо это знать. И вот этот вот базовый набор знаний должен в школах попасть. Элементарная штука просто. Она просто там правильно питаться, правильно открыться, правильно спать. Это элементарная вещь. Поэтому специализация, на мой взгляд, она как раз на проблеме старинной дает стой. И надо делать знания доступными, правильными, комплексными. А наука, ну, мне кажется, что без искусственного интеллекта не с точки не обойтись, потому что слишком все надо заварить в одну кучу, перемешать, посмотреть, из этого сварится какой-то результат. Спасибо. Я, на самом деле, совершенно согласна с вами, Евгения. Спасибо. Это прекрасное... Вы нарисовали нашу... Одну из ключевых проблем именно — это неплоенность. Это правда. На самом деле, мы не можем ответственность вызвать целиком на врача. Он должен очень много знать, очень много уметь и очень много надо делать. И если делать людей, то, в общем-то, вся картинка, она не сложится. Хорошо, конечно же, у всех же по теме, например, делокатеры из России и США, у него была возможность восстанавливать эффект, который большую часть работы сделали за него. Он тоже что-то делал, он тоже изучал, рассказал, что он на этом не есть. Вот. Действительно, ничего не случится без... без участия самого человека. Но прежде чем человек сможет, собственно, включиться в этот процесс, принимать какие-то обоснованные, формированные решения на что-то не было здоровья, ему, наверное, необходимо все-таки чему-то научиться. Мы сейчас, если... Валерия, вы присоединитесь к нам. Если... Сейчас мы поговорим как раз о том, с чего, собственно, стоит, наверное, этот процесс начинаться. Потому что многие люди... Первый раз, когда ему говоришь, надо управлять на дорогу. «Ой, это так сложно, ссор! Ах, как парень!» Что это такое? Очень непонятное что-то. Пугает масштаб, пугает вот эта вот эта вот неконтиненность, вот эта бесформенность. И поэтому мне сейчас хотелось как раз дать слово Валерии и поговорить о ее проекте «Системная система старения человека», который, кстати, это не могло. Честно, вот у меня и вся моя группа, помимо историй с моими родственниками, она училась в новом году потому, что все умножается. И мне зашло зарение от вас. Но мне зашло зарение, что отказывается, что старение – это не так уж и сложно. Это не какая-то неопределенность. Это просто какой-то набор процессов. И, в общем, так, все. Аплодируем ими. Аплодируем старением. Аплодируем старением и здоровьем. Спасибо за внимание. Значит, я... Я так разгрендаю. Мечтатель – это практика. Сегодня бывает практика. Как мы можем говорить о старении? Как-то было многим понятным и так далее. И моя презентация, как вы видите, называется «Визуализация». Представляете себе, что какой-то у вас 19-й век, вы бюргеры, сидите, а у вас мост в руку. Вот. И вам нужно поймать инженера, чтобы выяснить, а почему? Куда делитесь? А теперь вы тут инженер. Вы понимаете, что бюргеры, выяснить ничего невозможно. Прорисовались очень. Так, по-настоящему. Так, инженер просто нарисовал источник. Весь его отчет был в одном источнице. Там мозг рухнул. Вот по Эльдаму. В бюргеры не верили. Мы нашли, посмотрели. И поняли о Японии. То, чего понять было нельзя. То есть, это был один из первых методов визуализации, когда сработало. Потом можете рассмотреть. Я думаю, было не одна минутка, минут десять. Но все равно. Что было дальше? Что было дальше? Значит. А дальше, ну, все помните. Вот. Веществ приводят. Воды приводят. Угу... Довольники смотреть. Угу... Водопад. Так вот. Долгое время он никак не понимал. Куда девается вода и где она. То есть, начало двадцатого века. Он был очень целебный. Что-то погаосводит. Что-то туда, что-то туда-то. Вода в горах и так-дак. До тех пор, пока один человек не сделал вот такую схему, понятно, не было. И вот этот гидравлический круговорот воды был понятен тогда, когда появилась схема. И она, эта схема, вообще-то изменила, когда они изначально все шапка у нас в мире, вообще отношение к воде. Потому что после этого стало понятно, что с ней можно что-то делать. Переходите, не теряйтесь, только так, управлять и так далее. До этого просто что-то могло в массе подмахнуть, что невозможно было продать. Та же самая история о старении. Если сейчас посчитать, это гораздо больше двух периодов публикаций о старении, гораздо больше 100 тысяч человек, как было в 2008 году, монографика о старении, но не от такого человека, который полностью прочитали. Геонтологи от этих существуют, да и Батшин там спотыкается, заикается лично. И в 2000 году это замечательная такая идея, они делают там системную схему старения человека, и это так мы назвали, сделали такой проект. Вот это у нас в сайте взята одна из предпоследних версий, потом мы решили, что у нас есть в сайте, рисковать не будет, только это деньги им сглали. Вот такая версия у нас есть в сайте, рисковать от нее. И где мы по ней, с теме технология, я расскажу, почему это важно, попытались нарисовать старину. В тот момент она будет делать так. Вы знаете, значит, по крайней мере, на нее можно посмотреть. Может, вы сейчас ничего не понимаете, может, у вас формат, или что-то маленький, вообще-то можно витричить, раздягивать. У нас еще долго офис анализил на стене, где на два такой показ, вообще он стандартный, поделок, экраны сейчас набираются большие, сенсорные, можно работать с ними. Но представьте себе, что тут в труппе, ну, как это работает? Сверху капает яд. Он с какого-то в труппе туда вниз дойдет, здесь и придется. Значит, нам надо как-то на том уровне возрастов не верить, поставить в короннике, а что в труппе, хотели смешать. Какая была идея? А что в партовое звено есть? А? В партовое звено есть? О, там, рождение наверху. Вот, когда я немножко ответила, ну, мы все родились. Была идея, конечно, вся причина следственной связи. А нам было, наверное, все-таки чудо, вот эта бодная голова была, что-то такое старение. Мы помнили, что это как предельное старение, это было что-то действие. Он так надоело, он сказал, что вообще рождение и смерть, между ними причинная и соявляетельная связь. Так, это все-таки правильно. И мы на самом деле рисовать старение. Ха, это было подпешно. За счет того, что многие рисовали старение, мы выяснили, что просто рисовать ума большого не надо, дети не перерисуют. Рисуют при этом, люди понимают, что это личная ответственная связь. На самом деле, как это, например, ямедия, вещества, то есть нужданность и доводие. Он, может быть, я чуть-чуть увеличила, да, и, может быть, что-то именно. Она работает на компьютере, там, сбегает различные блоки. Она была создана с названием, кстати, вот, библи-минадки, конечно, облибегли. Облибегли очень нравилась эта схема. Я ее в Брестель докладывала о ней. Ну, наверное, в 2010 году. Это была серьезная работа. Не было в Астане, вообще говоря, не было слушателей интеллекта, в которых сейчас по работе. Но мы играли в пологе. Гензологи, которые знали. Знали печенье степи. Особенно не знали, если их припереди к стенке, поставить у такого инженера познания, и заставить их сказать истинно. То есть, если не ставят их, то, что философское мышление, они просто стекались выше под ее. У нас работали. Инженеры познания, для этого было право, где-то там целый список авторов. И мы писали такие схемы. Попытались разные юзализировать. Для кого? Ну, сначала гигантолог. Сами пока не хотели. Знаете, почему? Потому что у меня плохо работает. Могу чувствовать. А, ну, там, можно носить венские всякие дела, да? А я вообще все равно говорю. Ну, кстати, а можно вернуть? Перевените пульт, пульт перевернуть. Я пульт, что я говорю, я держу. А, ладно. Я так тормозить всем. Можно? Батарик-то даже все. Ну, о, нам уже все могут повторить. Ну, хорошо. Пока что это конец, я продолжаю за вас, но мы уже не все хорошо. Значит, когда мы начали делать все ускорение? Ну, я уже не могу, потому что это было сложно. Сначала мы пользовались три программы, которые есть. Одно, второе, третье. Потом поняли, что, собственно говоря, А, ну, я думаю. Вот. Ну, вот, все ускорение. А, теперь я у вас. Отлично. Ну, нашлись. Там все, как вы нажимаете, ну, че? Так, большинственное время с ГИБКИ, что экспериментов не было. Существует того, что мы написали специальную программу. Вот, на случай, я последний раз увидела в чьей-бой, наслаживший, это мирочный. Он написал спецпрограмму. Есть специальная программа для первого строения. Я называю «Хайкэк». Это его, собственно говоря, ник программиста. Только на ней наработал. На остальных программах, которые прислодятся, есть в интернете директоризация, всем, уже не работал, поскольку большая помощь. Он наработал еще в видео. Ты что, слушай, что такое? Я думаю, ну, все, да. У меня сейчас... А просто поставьте все остальные слайды, длинные. Переверните. Давайте перевернем. Ну, дальше. А теперь конец, где-то они не было. Дальше можно просто длинные прикопирования слайды. В общем, мы экспериментируем. Наша задача, что отчетничное такое строение и директор Алина. Я не помню, замечательный гриотолог Алексей Васильевич Маловников. Он говорит, ага, я его нарисовала. Мам, надо гриотологию в картинках создавать. Мы обещали дать гриотологию в картинках и мы с ним помним. Ну, хорошо. В общем, там где-то есть презентация, которая, не знаю, что оказывается много других порядков схемы. На зеленой наружении, укрупленная с крупными блоками, а где-то внедряя возможность решается. Это же процессы. Это не не решается, а в какой процессы? Один и другого. Вот там, когда засединило, что не надо делать, не давайте надо делать в зависимости по срокам. И здесь, такой же процесс 40, такой же 50, это тоже сделали. Вот. И работали, работали, работали. А вот теперь это попрыгло. у нас постоянно была потребность, нескольких возможностей показать ученым и метить в этот проект. Это еще работало. Я помню, как мы показывали один из первых версий Геннии Посветковой, я вот такая, и она увидела, сказала, ой, вот она же, теория старения, я так хотела ее узнать, где я сейчас знаю, и принимаю. Вот. Ученые еще принимали, ходили в проект, работали. А вот у нас был огромный, огромный фрейм, когда мы однажды хотели получить денежки на продолжение работы, достаточно помогать у человека, но мы не будем садиться в другую работу. Мы перейдем к ученым. Делаем прекрасную презентацию, показать, что надо развивать если мы разобьем, потом сюда можно сказать, например, те же гамарки и старения, те же вредные и эффективности, которые можно сделать математическую модель человека и модель и старения. Наш реалерк посмотрел в том, ой, как сложно. Я думаю, это одна молекла нет вещества. Так что понимаете, визуализация, она должна учитывать кому, как, в данном случае мы посвящены психологии образования человека, и очень важно показать, еще было этот момент, если визуализация, она дает возможность прийти в мозги, и понимать кому. Тогда мы хотели работать еще и с врачами, и все-таки представили не только на витальной биотологии, так и еще и врачи. Это у нас занималась техническая диагнозы, они появляются, когда эти диагнозы уже есть соответственно такие показания, например, как они стали врачами, и так стало ясно, что для них излизаемых всех таких вариантов, а это непонятная шкала простого, мы не знаем, как же отравить это, как же это процесс очень длинными. В общем, сложно висели, и висели было много. Поэтому мы говорим, что это не только средств, сейчас на средствах я надеюсь его опять ее усилить и ускорить. А что сказали для? А, ну хорошо, надеюсь, что все так хорошо. Да, и вот теперь, когда мы пытаемся визуализировать, а это надо, вот, если сейчас, я делаю исследование, оно не опубликовано, берем книжки до этого проекта, геологические, увидеть там картинку, это вообще-то одна, одна, есть книжки, после выхода и публикации наших сфер, мы были на многих сферах, и уже несколько сферах, отходится без схем и так далее, хочет ли я. Но всегда надо быть на того, что мы здесь, зачем здесь, что мы хотим показать, и для кого. Вот, соответственно, я считаю, что заниматься сферами не могу, просто этим надо заниматься, не заниматься, если у нас проект есть, если бы за ростом сферами сферами, то надо иногда упрощать, делать все варианты схемы, и кому-то показать, иногда не усложнять для специалиста совсем упрощать все любви и никогда не задаваться. У нас сейчас речи-то не от других вариантов, как показать море информации, иначе как визуально, ввести визуально. Но, конечно, до тех пор, пока не появится экзотворность. Ну и, конечно же, важное объявление, я по всей обязанности в первую пирогене, осталось 5 дней для окончания правил и визуальности, не надо думать, что такое, это значит, те, кто хотят запишать, как могут именно в эти дни получить огромную списку, а то мне 500-1000 человек, 400-1000 человек любят. Я, пожалуй, закончила. И еще раз говорю, что говорить можно по-разному, можно и в любом партии, а там что запишать, может быть, сделать и нереально, может быть, наущий проект о его нестили и обращении. Мы будем продолжать. И потом уже придешь, делаем опыт визуализации, но и технологические различные модели. И тоже там визуализируем и показываем совершенно визуализируем сейчас в виде в этой конусе. Спасибо за внимание. Поверь, спасибо огромное. Спасибо. Мы, в целом, проект, на самом деле, в качестве очень здорового для нового и на сегодня веке, что мы собираемся на субборшем консеренции в отношении отопрения Знаете, что прекрасно, ведь такие вещи, они работают для людей, которые просто используются, которые используются, которые надо просто войти в тему, понять, если жить в тем, что старение будет дефектировать факты. Но она очень важна для самих исследователей, потому что можно увидеть, например, делаю наставку. Можно понять, над такими конкретными элементами старения работа вообще не идет, а это да. Вот забыл точно сказать, когда на показе объявления в 2010 году, нужно было поговорить и внести туда те вмешательства, которые не только его предъявления, но и его предъявления тоже заявляли, что могут быть сделаны. И тут выяснили, что на тот момент, по крайней мере, абсолютно была дополнена листья, дали, что на тот момент, что он визуально он все будет правдить, подумал, он. Конечно, у него и все такие предъявления тоже, надо достичь, но это было визуально отдельно. Да, вот это вот, кажется, самая замечательная вещь, потому что время у нас с вами много, и ученых много. То есть это не такое обрешение, что вот у нас там есть 100 человек, они не работают только у нас с инфекционами, и все. Нет, мы можем на самом деле направить усилия научных коллективов на все одновременно. То есть мы, в плане научных угол, нам вполне достаточно. Но если мы не видим наших специфических зон, если мы не знаем, каких угол нами нам хватает, то это гораздо сложнее дело. И какие проекты, как стильная схема старения человека, это, конечно, большой шанс в период на Усмане. Прекрасно, что у вас продолжается встреча развиваться. Спасибо, что вы это сделали. Спасибо, что вы мне сказали, что я не шла, но мы говорим, что у тебя там действительно всю стену, это огромная же схема. Увидели на тот момент более 500, по-моему, было уже. Сейчас, конечно, кажется, больше. Вот, это здорово. Да, давайте, наверное, потихонечку двигаться дальше. Ты хочешь что-то сказать? Покажи. Я когда смотрю на такие схемы, мне прям очень нравится смотреть. Они такие красивые, все идеальные. То там, как идеально, что-то рисовывается, что-то очень удачное. И, как бы, мне кажется, почему тогда мы вообще уже прямо сейчас уже не живем так? И, как бы, достаточно легко отвечают себе на этот вопрос. Потому что люди, в общем-то, ну, кроме того, что они ленивые, да, они еще стараются всяческих неудобностей сбегать. И есть совершенно там, ну, потрясающая история. Не знаю, кто слово комплиентность знает, что означает. О, с ума сойти. Пациентов 10 знают. Этот термин придумал для того, чтобы описывать, как процесс лечения контролируется. И вот, как бы, на удивление, я думаю, что каждый в детстве помнит, когда ему таблетку больку дают, и он такой, да ладно, короче, мама, я выпил, а сам выпил он куда-нибудь, да? Вот эта история, мне кажется, является одним из ключевых вообще, Евгений Борисович про это сегодня говорил, одним из ключевых заторов бухгалочным горлышком в том, чтобы мыслить дольше. И на удивление как раз в этом сильно нам помогают страховые, как это ни странно, вот, для того, чтобы нас мотивировать. И вот Максим, я думаю, расскажет сейчас свой опыт о том, вообще, как совмещать приятное с полезным, как помогать людям проходить курс того, чего они и так без того хотят, но на самом деле хотят, но не делают. Спасибо большое. Спасибо. 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 В процессе, который идет сейчас в науке, в 2014 году журнал Science назвал достижение эффектов омоложения при переливании крови от молодой и уже старой входящей в топ-10 научных достижений 2014 года. Здесь началась настоящая гонка. Здесь началась настоящая гонка. Есть стендборгская группа Вискарея, которая сделала компанию «Омкохест». Эта компания через три месяца после начала технических испытаний они начали перевивать плазму молодую плазму стендборских студентов людям с начальными альцгеймером. И через три месяца продали пол-компании за 50 миллионов долларов одной из будущих компаний. Эта компания, основатель PayPal, програнсировал компанию «Амброзия», которая сейчас делает тесты на людях. Причем за их счет за 8000 долларов люди получают инъекции здоровья молодой плазмы и их состояние исследуется на огромной панели для маркеров. И то, что она зацепила, что Ирина – это рука на диверситете Бергли, Ирина Корбой, она тоже нашла факторы, которые она считает факторами старения, и делает такой же превайс, как и мы, думая, что через три года она сможет попробовать это на людях, и ее финансирует компания Google, тарика, о которой я сегодня говорила, то есть «Лучшие умы», вот растреберен в этот подход, двигается, поэтому мы были не одни, будем смотреть на друг друга, общаться и где-то конкурировать, где-то учиться на ошибках. Вот это очень интригующе все звучит, я же все ж думаю, когда же начнется история с тем, какие еще организации можно вовлечь в процесс внедрения. Да, я вот, я подхожу к этому вопросу. Из-за того, что мы получили в своей руке инструмент, который анализирует любую дату, мы, как Фрейзи, анализируем любую дату, которая вам представалась, и мы обратили внимание на дату из мобильных телефонов, получив доступ в британской базе данных 100 тысяч людей, мы поняли, что вот сейчас, если люди, я считаю, анализируемые микрофоны, можно как Гераф, у меня, например, в Эйспан, загрузить и смотреть, как меняется их жизнь в течение жизни, то есть они как-то переехали, они как-то упустили, заболели, или, наверное, все лучше, любить эти тренды. И это первый, как бы, мой аргумент, как нужно говорить о старении. К счастью, уже есть что показать, люди могут смотреть, как меняется их старение, как меняется их продолжительность жизни прямо сейчас. Мне это очень хорошо, ничто другое так наглядно и не покажет, что прямо сегодня уже можно что-то делать со своим старением. А за счет второго у нас жизни, как минимум 10-15 лет мы будем строить вторую жизнь, что и измерить это немедленно. Это наша команда. Мы в России, в Швейцарии и в Мальте. по разным причинам. Редактор субтитров А.Семкин